Продолжение следует... Продолжение следует... И в конце вебинара я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Также в конце нашего вебинара я попрошу вас заполнить небольшую форму с вашим мнением о прошедшем мероприятии, с какими-то дополнительными вопросами, комментариями по нашим предстоящим вебинарам. Также хочу сказать, что запись вебинара будет, и через какое-то время она будет доступна на нашем YouTube-канале и в группе ВКонтакте. Итак, начинаем. Говорим мы сегодня про Креатемию. Я случайно выключила себе звук, но продолжаем. Поговорим мы сегодня о Креатемии. Что это такое, какие есть у нее плюсы и минусы по сравнению с другими методами про подготовки материала. Также разберем строение и особенности использования Креатома. Поговорим про подготовку ткани для Креатемии, потому что это достаточно специфический процесс. Посмотрим различные техники материала, а также обговорим условия резкие материала различных характеристик. Также обсудим артефакты, которые могут возникать на различных этапах Креатемии. И в конце обсудим особенности окраски после Креатемии. Что же у нас такое Креатемия? Креатемия – это ускоренный вариант получения микропрепаратов. Он, как правило, минует самые долгие процессы про подготовки. Это фиксация и проводка. Они у нас занимают достаточно большое количество времени. И за счет этого мы можем получить готовый микропрепарат в течение 15-30 минут. Вместо стандартных этапов про подготовки у нас срезы при Креатемии изготавливаются из замороженной ткани. И в лабораторной практике, как правило, Креатемию используют для срочных интероперационных исследований. Когда у нас в ходе операции врачу, хирургу необходима консультация врача-патолога-анатома, он отправляет ткани на срочный интероперационный анализ. На такие исследования по 179 приказу у нас отводится всего 20 минут. Поэтому за эти 20 минут мы должны успеть сделать качественный материал и успеть отправить его на анализ врачу-патолога-анатома. Что у нас происходит за эти 20 минут? Нефиксированный образец ткани заливают в специальную среду, которая обеспечивает быструю заморозку ткани и ее поддержку для того, чтобы сохранить максимально нативную структуру ткани. Затем образцы в крио-среде замораживают при отрицательной температуре примерно от минус 10 до минус 35 градусов. И затем из замороженного блока получают тонкие срезы, аналогично тому, как мы получаем их при обычной микротомии. Дальше их также помещают на предметное стекло, окрашивают с помощью наиболее ускоренных, более коротких протоколов окраски. И затем у нас препарат заключается и отправляется на исследование врачу-патологу-анатому. Помимо интраоперационных исследований, мы криотомию также можем использовать еще и для других целей, например, для каких-то научных исследований или для сокращения времени фиксации материала. Но об этом мы в сегодняшнем вебинаре также поговорим. Какие плюсы и минусы у нас есть у криотомии для тех или иных задач? И почему мы не всегда можем использовать метод парафиновых блоков? У метода парафиновых блоков есть ряд ограничений. Первое, как мы уже сказали, это длительное время про подготовки материала. У нас от момента забора материала до непосредственно получения парафинового среза обычно проходит 16 и более часов. Как я уже сказала, основными времезатратными процедурами у нас является фиксация и проводка тканей. При этом, конечно, есть различные экспресс-методы и фиксации проводки, но тем не менее, меньше чем за 6-8 часов мы не сможем получить с вами микропрепарат при стандартном парафиновом методе. Кроме того, экспресс-методы, которые существуют, они могут применяться не ко всем видам материала, и для них необходим, во-первых, определенный тип ткани, во-вторых, определенный размер, определенная толщина вырезки, и это не всегда бывает удобно. Но в любом случае это времезатратная процедура. Второе – это экстракция липидов и метаболитов. У нас при изготовлении парафиновых блоков используются органические водные растворители, которые экстрагируют липиды и другие метаболиты из ткани. И если у нас нет каких-то специальных фиксаторов, обычно в классическом методе их не используют, то у нас эти вещества в ткани, к сожалению, плохо сохраняются. Далее, в случае парафинового метода мы можем использовать только хорошо фиксированный материал. Если у нас материал будет плохо фиксирован, то на последующих этапах проподготовки, в частности при проводке, у нас будут возникать проблемы, и в конечном итоге мы не сможем получить качественный микропрепарат. Поэтому для парафинового метода мы всегда используем хорошо фиксированный материал и обращаем на это пристальное внимание, чтобы фиксация у нас прошла качественно. Также, поскольку мы используем в данном случае сильную фиксацию, у нас снижается иммуногенность ткани. При формальдогенной фиксации у нас между аминокислотами в белках образуются сшивки, так называемые метиленовые мостики, которые, собственно, и фиксируют у нас материал в его нативном состоянии. Но при этом для ряда анализов эти белки, они уже будут плохо доступны, недоступны. Что касается креотомии, какие у нее есть достоинства по сравнению с парафиновым методом. Первое – это время обработки ткани. Оно здесь может быть очень коротким, как я уже сказала, до 20-30 минут. Мы можем за это время легко получить готовый микропрепарат. Второе – поскольку этот материал для креотомии у нас не был подвержен химической фиксации, то есть здесь у нас используется только физическая фиксация, соответственно, здесь нет растворителей, которые у нас могут вывести из ткани липиды и какие-то важные метаболиты. Соответственно, липиды и водорастворимые вещества у нас также сохраняются в ткани. Третий пункт – это возможность работать с тканями без химической фиксации. В основном, как раз-таки, в лабораторной практике мы и работаем только с физической фиксацией, то есть с заморозкой. Мы не используем предварительную какую-то формалиновую, спиртовую или другие фиксации. Что очень важно, также у нас сохраняется иммуногенность ткани. Мы можем работать не только с белками, но и с другими молекулами в близком к нативному состоянию, опять-таки из-за отсутствия химической фиксации. При этом у нас сохраняются ДНК, РНК, различные метаболиты и белки в ткани. Также мы избегаем артефактов химической фиксации и проводки. Конечно, стоит сказать, что физическая фиксация в виде заморозки у нас будет иметь свои артефакты, которые мы обсудим тоже в рамках данного вебинара, но явным преимуществом является то, что артефакты проводки и фиксации химической у нас отсутствуют. Что касается недостатков криотомии, первое – это толщина срезов. На криотоме из замороженных блоков достаточно сложно порезать очень тонкие срезы. Такая средняя толщина срезов – это 4-7 микрометра, и в целом ее достаточно для каких-то стандартных лабораторных исследований. Однако, если вы хотите сделать срезы намного тоньше, 2-3 микрометра, то это уже будет проблематично, и нужно прибегать к специальным методикам. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Также качество срезов может быть гораздо хуже из-за кристаллизации воды. Это то, о чем мы тоже поговорим. Основной артефакт криотомии за счет физической фиксации, за счет того, что мы замораживаем ткань, у нас кристаллы воды эту ткань могут разрушать. И, соответственно, качество срезов из-за этого артефакта может резко ухудшиться. И третий такой основной недостаток – это условия и сроки хранения материалов. Во-первых, срок хранения у нас ограничен, потому что материал в большинстве случаев не фиксирован. Мы используем свежую ткань, которую просто замораживаем. Во-вторых, условия хранения. Если мы хотим такие блоки сохранить дальше после криотомии, нам нужны специальные условия для их хранения. Это холодильники, да, там, минус 70 градусов. Не у каждой лаборатории, во-первых, есть место для размещения таких холодильников. Во-вторых, не всегда, да, как бы затраты электричества можно как-то рационально отнести для того, чтобы хранить такой большой архив. В особенности, если действительно нужно сохранить большое количество замороженных блоков, это может быть очень трудоемко для лаборатории, и, ну, во многих случаях практически невозможно. Поэтому нужно на это тоже обращать внимание. Что касается криотома. Перед тем, как мы непосредственно перейдем к процессу криотомии, нам нужно разобрать, что такое криотома, из каких частей он состоит, и как за ним лучше всего ухаживать. По сути, криотом или криостат – это тот же самый ротационный микротом, который находится внутри охлаждающей камеры. Здесь вот основные части на слайде представлены, да, то есть у нас есть морозильная камера, внутри которой находится зона замораживания образцов и сам микротом. Управление микротома происходит снаружи с помощью штурвала, и вся эта камера прикрыта сверху стеклянным окном, которое может работать как в закрытом состоянии, так и в открытом. Дальше, естественно, у нас есть какая-то рабочая поверхность, на которую мы можем поставить ту же криосреду, какие-то вспомогательные инструменты, обязательно, как и на любом микротоме, кнопка аварийного выключения, чтобы избежать нежелательных травм, ну и емкость для отходов и какие-то дополнительные приспособления, в данном случае нужная педаль, для более удобного управления микротом. Посмотрим, что у нас находится внутри. Как я уже сказала, это замораживающий столик, на котором, собственно, мы, как правило, и замораживаем тканевые образцы. Также обычно имеется аккумулятор холода. Это такая металлическая шайба, которая также дополнительно помогает охлаждать материал. Естественно, сам микротом стандартно, который состоит из держателя блока и держателя лезвия. Также есть столик, на который, собственно, мы будем делать наши срезы. Защитная планка для лезвия. Также могут быть дополнительные приспособления для улучшения качества резки материала. Это либо антироллерная лапка, либо антироллерная пластинка. Про них мы тоже сегодня дальше поговорим. Охлаждаться вообще такие микротомы могут по-разному. Может охлаждаться у нас только камера. Соответственно, все, что внутри камеры находится, у нас будет иметь температуру самой камеры. Также может отдельно охлаждаться замораживающий столик. И это очень удобно, потому что мы можем, во-первых, быстро замораживать блоки на этом столике. Во-вторых, если температура столика, а значит и дальнейшая температура блока, у нас будет ниже, чем температура камеры, а в условиях, когда замораживающий столик имеет отдельно настраиваемую температуру, мы можем это сделать. То в таком случае у нас резка блока пройдет намного легче. Также насчет защитного стекла, которое находится сверху камеры. У многих микротомов стекло подогреваемое, значит, оно не будет запотевать, и на него не будет намерзать влага. Но с ним нужно работать очень аккуратно, потому что, как правило, такие стекла покрыты специальным покрытием, чтобы не образовывался иний, и вода не скапливалась. Поэтому не нужно царапать, каким-либо образом повреждать это покрытие, чтобы у нас этот эффект антииневый сохранился до конца работы криостата. Также стоит отметить важную особенность таких устройств криотомов, что в условиях постоянного использования, когда мы ежедневно используем криостат, его необходимо периодически размораживать, для того чтобы лишнюю влагу, которая все равно скапливается в камере криостата, убрать. Как правило, криостаты оснащены функцией автоматической разморозки. Например, раз в сутки, когда вы настраиваете разморозку после окончания смены, и к началу следующей смены у вас уже размороженная камера, то есть он разморозился, собрал всю влагу, камера высохла, и он охладился до нужной температуры, и вы приходите в лабораторию, и у вас аппарат полностью готов к работе. Бывают также ручные методы разморозки, когда вам необходимо, допустим, срочно сейчас разморозить криостат, вы можете вручную запустить этот процесс, и о всех способах разморозки, естественно, нужно читать в инструкциях к вашему прибору, который у вас находится в лаборатории. Что касается еще одной важной функции, это системы дезинфекции. У разных производителей могут быть разные варианты, они все отличаются друг от друга, и перед тем, как закупить какое-то оборудование, вам нужно, конечно, изучить плюсы и минусы той или иной системы дезинфекции в том числе. Какие они могут быть? Это либо система распыления дезинфицирующего средства, либо дезинфекция парами формальдегида. Также могут быть комбинации, допустим, комбинация дезинфицирующего спрея, который распыляется, и ультрафиолетовое излучение, или озоновая дезинфекция. Озоновая дезинфекция, по сути, является тем же ультрафиолетовым излучением, но озон, в отличие от ультрафиолетовой лампы, которая просто светит, и, грубо говоря, те участки, которые она освещает, у нас дезинфицируются, а труднодоступные участки, на которые излучение не попадает, они у нас не дезинфицируются. Вот озон, он попадает во все труднодоступные участки, в том числе, и это является одним из преимуществ данного вида дезинфекции. Поэтому стоит обращать на это тоже пристальное внимание, потому что мы все-таки работаем с человеческим материалом, и это очень важно в лаборатории. Переходим непосредственно к проподготовке материала. В ходе проподготовки наша основная цель состоит в том, чтобы, во-первых, физически зафиксировать ткань в ее нативном виде, сделать ее как бы более твердой и сохранить конфигурацию, сохранить пространственное строение. Во-вторых, поместить ее в среду, которая будет дополнительно создавать каркас для нашего кусочка ткани, и тоже таким образом сохранять пространственное строение материала. При этом среда должна иметь примерно такую же плотность, что и фиксированный материал. Это такое золотое правило микротомии, в том числе, чтобы резко прошла у нас хорошо. И в-третьих, нам нужно правильно сориентировать образец на держателе. То есть мы должны выбрать правильное положение ткани. Образцы для замороженных срезов вообще можно приготовить разными способами, но суть всегда остается одной и той же. Это помещение в какую-то среду, и это дальнейшая заморозка блока. В основном, естественно, в рутинной лабораторной практике мы работаем с нефиксированной тканью, когда производим интероперационное срочное исследование. Как мы можем подготовить ткань к креотомии? Первое – это моментальная заморозка, когда у нас кусочек ткани замораживается прямо на держателе без использования каких-либо дополнительных сред. Такой метод в лаборатории практически не используется, потому что, во-первых, достаточно трудно порезать такой голый кусочек дальше в креотоме. Во-вторых, если это какая-то сложная ткань, для нее обязательно нужен каркас, который будет поддерживать ее пространственную структуру. И, конечно, в случае, когда этот каркас, среда окружающая отсутствует, у нас ткань будет в каком-то непонятном состоянии. Но, однако, для такой быстрой заморозки существуют специальные приборы. Можно, например, видеть на слайде. Такие приборы могут за минуту, за 50-60 секунд заморозить спокойно кусочек ткани на держателе. Но также, естественно, мы можем в приборах таких использовать и ткань в среде, замораживать по классическому методу. Соответственно, второй способ – это заморозка в OCT среде, Optimal Cutting Temperature Compound. Это стандартный метод, который, я думаю, что многие используют. OCT у нас состоит из поливинилового спирта, полиэтиленгликоля и большая часть воды. Что она делает? При температуре ниже минус 5 градусов она превращается в такой некий аналог парафина, только в замороженном виде. То есть это мягкая пластичная среда, которая плюс-минус по плотности у нас соизмерима с плотностями ткани человека. И при этом она нашу ткань не пропитывает, в отличие от парафина, но поддерживает ее снаружи, создавая таким образом каркас. И третий вариант, который остается до сих пор достаточно распространенным, но уже не такой удобный, наверное, по сравнению с OCT, это заморозка в криогенной среде. Какие криогенные среды мы можем использовать? Первая среда – это этанол, но у него есть один очень большой минус. Он смешивается с тканью и по краям ткани может давать артефакты, то есть растворять липиды. Гексан – это очищенный бензин. Он также, как и спирт, может по краям ткани растворять липиды и давать такой неприятный артефакт. Самым распространенным является изопентан или циклопентан. Это самая на данный момент подходящая криогенная среда, но сейчас она является достаточно дорогой. Как происходит заморозка в изопентане, можно видеть на картинке на слайде. Мы берем небольшой стакан с изопентаном, который помещают в сухой лед. То есть у нас сухой лед охлаждает изопентан, и в этот изопентан мы погружаем кусочек ткани. Если при этом мы замораживаем в О-сети, то погружать полностью этот кусочек ткани не нужно. Нужно замораживать на поверхности, потому что как только мы погрузим кусочек ткани в О-сети внутрь нашей криогенной среды, у нас заморозка будет происходить равномерно со всех сторон, и сверху, и снизу. И таким образом у нас вода, которая будет внутри этого блока, она будет расширяться и как бы расколет у нас блок изнутри. Поэтому если замораживать в О-сети внутри криогенной среды, то нужно замораживать именно на поверхности, чтобы у нас постепенно снизу вверх проморозился наш блок, чтобы не было неприятных последствий. Далее углекислотная слякоть – это смесь жидкой кислоты и сухого льда. Точно так же в нее можно погружать, но, насколько я знаю, сейчас она не сильно используется. И карбоксиметилцеллюлоза – это то, что у нас используется в гелях для УЗИ-диагностики. Она при замерзании в воде формирует более пластичный лед, плюс ко всему она препятствует образованию больших кристаллов льда, то есть обладает таким некоторым протекторным действием. Плюс, поскольку эта среда на выходе после заморозки более твердая, чем OCT классическая, то в нее можно заключать более плотный материал, например, какие-то кости, зубы, суставы и так далее. Потому что, опять-таки повторюсь, золотое правило микротомии и креотомии в том числе, чтобы у нас плотность материала и плотность среды, в которой находится материал, была примерно одинакова. Тогда у нас будет материал резаться хорошо. Также, если вдруг вам необходимы какие-то специфические методы исследования, например, спектрометрия и какие-то другие молекулярно-генетические методы, то использование OCT сред не рекомендуется, потому что OCT – это полимер, и при сканировании он будет, при спектрометрии он будет давать полимерную лестницу. Но как раз-таки в этом случае мы можем использовать карбоксинетилцеллюлозу. В рутинной лабораторной практике фиксированный материал мы практически не используем при креотомии, но такой вариант возможен, и я немножко хотела бы про него рассказать. Как правило, креотомию для фиксированных тканей проводят с той целью, чтобы сократить время фиксации материала. Мы уменьшаем время химической фиксации, но при этом добавляем физическую фиксацию. И при таком способе обработки мы можем сократить время фиксации до 8-12 часов вместо 24 стандартных часов в формолине. А затем, естественно, подвергнуть материал физической фиксации, то есть заморозить ткань. Во-вторых, сохранность таких блоков намного лучше за счет химической фиксации, если мы сравниваем с классической заморозкой, естественно. В-третьих, это скорость. То есть при таком способе обработки, естественно, мы готовое стекло получаем быстрее, чем при классической схеме про подготовки, когда мы сначала фиксируем материал, затем его проводим около 8-12 часов. И далее заливаем и режем стандартный парафиновый блок. Для фиксированной ткани также подходит моментальная заморозка. Это заморозка в криогенной среде и заморозка в ОСИТИ. Это мы только что обсудили. Также для фиксированной ткани у нас подходит заморозка с использованием криопротекторов. Криопротекторы у нас используются только для фиксированной ткани. Для нефиксированных тканей мы криопротекторы использовать не можем, поскольку ткань у нас не фиксирована, она в нативном состоянии. У нас будет криопротектор вытягивать из нее воду, и ткань у нас просто потеряет свою изначальную конфигурацию. Поэтому, что касается криопротекторов, еще раз повторюсь, используем только для фиксированных тканей. Что у нас криопротекторы делают? Во-первых, они препятствуют формированию кристаллов у льда за счет образования водородных связей с водой, то есть они связывают лишнюю воду. Во-вторых, они снижают скорость образования самих кристаллов. То есть в совокупности их функция сводится к тому, что они уменьшают размер и скорость образования кристаллов. За счет этого у нас, естественно, меньше повреждается ткань. То есть кристаллы сами меньше, они медленнее формируются, и за то же время мы можем получить более качественный материал. Чтобы вы понимали примерно, о чем я говорю, здесь вот есть хорошая схема, как раз проиллюстрировано образование кристаллов льда и как это, собственно, влияет на ткань и как с этим у нас могут бороться криопротекторы. Вообще, еще раз отмечу, что кристаллы льда являются одним из самых опасных артефактов в криотемии. Именно поэтому мы говорим с вами про моментальную заморозку и заморозку с использованием криопротекторов, если мы, опять-таки, повторюсь, используем фиксированный материал. Все происходит у нас из-за того, что вода при кристаллизации, как мы все знаем, увеличивается в объеме. Кроме того, при образовании кристаллов льда лед будет пытаться в себя втянуть оставшуюся воду, тем самым увеличивая свой размер. То есть кристаллы у нас будут разрастаться и при этом дегидратировать наш материал, наши клетки, высасывая оттуда воду. В случае, если мы для фиксированной ткани будем использовать криопротектор, который у нас, во-первых, свяжет лишнюю воду, во-вторых, будет препятствовать разрастанию кристаллов, у нас этот эффект дегидратации на ткань, естественно, будет намного меньше. Плюс сами кристаллы будут намного меньше, и тем самым они не будут разрывать своим размером, своим объемом у нас ткань. Что касается нефиксированной ткани, в случае, если мы не можем использовать криопротекторы, то тут суть остается той же самой. Мы должны уменьшить объем кристаллов и снизить скорость их разрастания. Как мы можем, собственно, повлиять на разрастание кристаллов? За счет, естественно, скорости заморозки. Чем быстрее мы с вами заморозим материал, тем меньше у нас будут разрастаться и формироваться кристаллы льда внутри ткани. Здесь как раз на слайде можно увидеть эффект не на схеме, а на живой фотографии, каким образом кристаллы льда могут у нас влиять на ткань, разрывая и формируя вот такие микроразрывы. Здесь представлена мышечная ткань. Если мы с вами будем замораживать материал медленно, то у нас будут, естественно, образовываться кристаллы льда, которые при медленной заморозке будут медленно расти, все больше и больше втягивая в себя воду и тем самым разрушать материал. Поэтому наша задача максимально снизить время заморозки, увеличить скорость. Что мы можем для этого сделать? Первое – это выбрать подходящий размер кусочка. То есть логично, что чем меньше у нас кусочек материала, тем быстрее он замерзнет. Второе – обратить внимание на теплоемкость и теплопроводность ткани, которую мы замораживаем. То есть это та скорость, с которой ткань будет охлаждаться и отдавать тепло в окружающую среду. В этом смысле у нас, конечно, все ткани человека с биофизической точки зрения имеют примерно одни и те же показатели, кроме жировой ткани. Жировая ткань у нас, естественно, по своей природе замерзает гораздо медленнее и при более низкой температуре. И в этом заключается, наверное, основная проблема при работе со смешанным материалом и при работе с чисто жировой тканью, когда у нас в образце содержится большое количество жировых включений. Об этом мы с вами тоже сегодня чуть позже поговорим. И также нужно обратить внимание на теплоемкость и теплопроводность окружающей жидкости или среды, в которую мы заключаем наш кусочек материала. Нужно следить за тем, чтобы не доводить до температуры кипения вторичного криогена. Именно поэтому не стоит использовать жидкий азот, который очень часто хочется использовать для заморозки материала, потому что у нас жидкий азот изначально находится при температуре своего кипения. Это значит, что на границе материала и самого жидкого азота у нас будет образовываться такой тонкий слой газа, испарившегося азота, который будет у нас уменьшать скорость заморозки. Поэтому, подводя итог по влиянию у нас скорости, нужно обратить внимание, что важна не столько конечная температура, сколько те три пункта, которые я только что перечислила. Небольшой кусочек ткани, теплоемкость, теплопроводность материала и той жидкости, той среды, в которой мы замораживаем. Ну и сейчас непосредственно переходим к самой резке материала, когда мы подготовили с вами кусочек ткани, наш замороженный блок. Что у нас может повлиять на резку материала, на какие пункты стоит обратить внимание. Первое – это температура резки. Если вы никогда не работали с данным типом ткани, это для вас какой-то новый материал, то общее правило для новых типов ткани – нефиксированный материал резать в диапазоне от минус 15 до плюс-минус 25 градусов, фиксированный материал от минус 7 до минус 15, температура чуть повыше. В данной таблице также можно видеть разграничения по различным типам тканей, если это уже знакомый материал. В целом, какие-то водосодержащие ткани с большим количеством воды у нас режутся при более теплой температуре. Соответственно, ткани, которые содержат большое количество жиров при более низкой температуре. Но в среднем все равно диапазон остается такой стандартный – от минус 15 до минус 25 градусов. Что касается жира, естественно, мы должны сделать для таких жировых тканей температуру намного ниже, потому что, как я уже сказала, у нас теплоемкость жира немножко отличается от остальных тканей человека, и он замерзает при более низких температурах. Если мы с вами в жирной ткани не проморозим хорошо жир, он нам будет мешать резать эту ткань, он будет прилипать, он будет сминаться, поэтому нам нужно обеспечить хорошую проморозку данной ткани. Вообще, на самом деле, работа с жировой тканью – это такой очень сложный и тонкий вопрос, но мы еще немного поговорим про это в рамках сегодняшнего вебинара. Что касается более водянистых тканей, естественно, нам нужно немножко снизить, повысить точнее температуру, сделать температуру более теплой для того, чтобы меньше повредить ткань, чтобы у нас, как я уже сказала, скорость заморозки была намного быстрее, потому что если мы в водянистую ткань будем пытаться заморозить при, допустим, минус 20 градусов, у нас намного больше льда образуется в ткани, и, соответственно, будет намного больше повреждений в итоговом препарате. Следующий пункт – это угол наклона ножа. Что это вообще такое? По сути, это угол между плоскостью вашего блока и, собственно, наклоном режущего края ножа. Тут на схеме хорошо представлен данный момент. Нужно учитывать то, что для каждого ножа у нас угол наклона или задний угол ножа будет зависеть в том числе и от угла заточки ножа, потому что чем острее у нас угол заточки, да, скос ножа, тем меньший угол нам нужен для резки материала. Что касается ножей, которые вообще мы можем использовать, здесь вот внизу, сейчас я попробую показать указку, в левом нижнем углу показаны профили ножей. На самом деле немногие про них знают. У нас существует, по сути, четыре типа, четыре профиля лезвий. Это профиль А и Б. Они плюс-минус друг с другом похожи. У нас отличаются они уровнем вот этого прогиба. Лезвие профиля С – это такой равносторонний скос, то есть он заточен с обеих сторон одинаково. И лезвие типа Д. Так вот, для криостата обычно используют ножи типа С. Реже для каких-то плотных тканей мы можем использовать ножи типа Д. Это, еще раз повторюсь, профиль лезвия. Также, естественно, обращаем внимание, что для ножей типа А, Б и Д, это сейчас относится не только к креотомии, но и к микротомии, очень важна ориентация, потому что если вы неправильно установите такие лезвия, у вас будет очень плохо получаться срез. Поэтому чаще всего и в микротомии, в том числе, используют вот такие равносторонние лезвия. Они гораздо удобнее и гораздо универсальнее в этом плане. Что касается лезвий для криостата, то обычно рекомендуют и нужно использовать лезвия, которые специально подходят для криостата, на которых прямо написано, что они подходят для использования в криостате. Как правило, это ножи типа С, и они имеют специальное тефлоновое покрытие или какое-то другое покрытие, которое им не позволяет ржаветь в условиях криостата. Там очень повышенная влажность. Можно использовать другие типы лезвий, одноразовые лезвия, не специализированные лезвия, но даже с учетом того, что они изготовлены из нержавеющей стали, они, скорее всего, будут ржаветь внутри криостата, поэтому важно именно использовать специализированные лезвия. И что касается угла наклона, уже начинала вначале про него говорить, оптимально для криотомии мы используем угол от 2 до 7 градусов. Еще раз покажу. То есть вот этот угол, который мы устанавливаем на держателе лезвия, в пределах от 2 до 7 градусов должен быть. Вот этот угол, как показано на схеме. Что у нас будет, если мы неправильно установим угол наклона ножа? Если это слишком большой угол, то нож у нас будет закапываться в блок, то есть он будет постепенно закапываться и тянуть на себя блок, уходить в него все глубже и глубже, и в конечном итоге может просто при очередном срезе оторвать блок от подложки. Дальше у нас может формироваться чаттер. Это такое мелкое очередование толщины среза. Когда будем говорить про артефакты, покажу вам, что это такое. Очень похоже на венецианские шторы. Следующее – это свиток, когда у нас как раз, как показано на схеме внизу, формируется такая спираль. То есть у нас срез, мы только начинаем его резать, он начинает закручиваться в спираль и закручивается настолько сильно, что его практически невозможно расправить, и этот срез пойдет просто на выброс. Также у нас может крошиться блок, если будет установлен слишком большой угол. Если угол, наоборот, слишком маленький, то у нас может быть чередование толстых и тонких срезов или вообще пропуск среза, потому что нож на обратном ходе будет задевать своей нижней частью блок и срезать тем самым кусочек блока, кусочек ткани, поэтому следующий из-за ним блок будет либо слишком тонкий, либо будет с какими-то проплешинами, либо его вообще не будет. Далее. Срезы, если они все-таки есть, они могут быть, как я уже сказала, с какими-то дырами, мятые, приплюснутые. И если ткань твердая, какая-то плотная, то могут быть также частичные срезы. Когда вы срезаете то верхнюю часть блока, то нижнюю часть блока, или образуются так называемые венецианские шторы, когда у нас также на блоке толщина гуляет, то есть нож то закапывается в блок, то выходит из него. И также блок может вот этим задним ходом сцарапать просто, не блок, извиняюсь, нож, сцарапать блок с держателя, и у нас блок отвалится от подложки. Как вообще подбирается угол? Все очень просто. Мы выставляем какое-то минимальное значение, например, 2-3 градуса, и режем и смотрим. Если у нас нет признаков слишком малого угла, то оставляем как есть. Если есть какие-то артефакты, то мы постепенно увеличиваем угол до того момента, как у нас срезы будут удовлетворительного качества. Следующее, что у нас влияет на резку материалов, на что стоит обратить внимание, это сама скорость резки. Если скорость слишком высокая, то это, как правило, ведет к повреждению среза. Это либо также чаттер, либо эффект жалюзи, либо соскоб с подложки нашего блока. Если скорость слишком маленькая, то это, как правило, ведет к сминанию среза, то есть срез не отходит от ножа, он за него цепляется, он к нему прилипает, и получается такой комок из ткани. Также стоит обращать внимание, что более мягкие ткани у нас требуют меньшей скорости движения. чтобы не смять ткань, нам необходимо очень аккуратно ее срезать. Также стоит обратить внимание, что не стоит останавливать лезвие на середине блока. Это бывает очень частая ошибка, особенно неопытных лаборантов, когда человек ведет нож и, не знаю, решил что-то подправить, еще что-то остановил на середине блока. От такой остановки у нас будут появляться единичные полосы от лезвия на следующем уже срезе. Поэтому самым правильным будет выбрать оптимальную скорость, не мельтешить, не торопиться и срезать полностью весь срез. Сегодня у меня голос меня подводит немножко, поэтому я буду делать паузу в своем рассказе. Следующий пункт – это ориентация образца. Очень важный пункт, особенно когда мы говорим про смешанные виды ткани. Что тут важно? Во-первых, мы должны выбрать и положить на срез диагностически важные участки ткани. То есть когда мы укладываем сам блок, мы должны разместить ткань таким образом, чтобы при срезе первом у нас уже был необходимый участок, чтобы мы не тратили время на дорезку или перекладывание на другую сторону. Во-вторых, диагностически важные участки ткани стоит располагать в середине блока, потому что участок, где ткань, ну или среда, в которую ткань заключена, у нас впервые встречается с лезвием. Этот участок более склонен к артефактам, таким как проблемы с толщиной или складки. А последняя часть среза, которая уже выходит из-под ножа, у нас подвержена образованию свитка, то есть она может заворачиваться, и мы можем повредить эту часть при снятии среза. Поэтому самым логичным и оптимальным будет размещать диагностически важный кусочек именно на середине нашего блока. Это то место, которое при резке всегда будет наиболее чистым от каких-то артефактов креотомии. Следующее, на что мы обращаем внимание, это плотность тканей. Образец зачастую у нас может иметь несколько тканей разной плотности. И нужно, чтобы нож при резке встречался сначала с мягкой тканью, а затем с более плотной, чтобы у нас не происходило при резке компрессии ткани. Наиболее вообще оптимальным расположением таких смешанных тканей является перпендикулярное лезвие положения или диагональное, собственно, как представлено на картинке. Потому что в этом случае ткани у нас будут резаться независимо друг от друга и друг другу не мешать. Если же мы расположим ткань в другом положении, то у нас может быть такое, что одна ткань наслоится на другую, либо если будет более твердая ткань, как бы последняя, она будет, точнее, первой к лезвию, она будет давить, то есть лезвие будет давить на ткань более твердую, более твердая ткань, будет давить на более мягкую ткань, произойдет компрессия ткани. Поэтому очень важно именно обращать внимание на перпендикулярное расположение ткани. Здесь на картинке мы видим, на схеме точнее, мы видим два вида ткани. Это желудочно, ну, в общем, это все ткани, выслоенные слизистой оболочкой, это ЖКТ, это мочевой пузырь, матка, шейка матки и так далее. Соответственно, они должны быть ориентированы плоскостью эпителия перпендикулярно лезвию. То же самое у нас касается эпидермиса с жировой клетчаткой. Очень часто мы режем с вами кожу с подкожной жировой клетчаткой, поэтому также располагаем ткань эпидермис перпендикулярно лезвию. На данном слайде как раз пример опухолевой ткани. Извиняюсь. Опухолевой ткани, который ориентирован таким образом, чтобы при резке у нас ткани никаким образом не помешали друг другу, не наслоились друг на друга, не произошло компрессии, про которую я говорила. И, как мы видим на конечном микропрепарате, у нас там, где есть жир, есть небольшие повреждения ткани, но сам разрез опухоли не повреждет. У нас жир на опухоли не наслоился, и в целом такое расположение сыграло очень положительно на итоговом материале. Также хочу обратить ваше внимание, что при креотомии мы также можем использовать тушь для маркировки, как и при обычной микротомии. Что касается техники резки... Так, извиняюсь, я еще немножечко попью воды. Первое, что мы делаем, это замораживаем образец на держателе. Держатели у нас есть разных видов. Самые распространенные, обычные, это квадратные и круглые держатели. И тут уже зависит от ваших предпочтений, от ваших навыков, кому с каким типом держателя удобно работать. Но по отзывам многие предпочитают именно квадратные держатели, потому что на них как будто бы материал держится лучше за счет вот такого рисунка. То есть круглых держателей иногда материал может съезжать, но это зависит, естественно, от рук лаборанта, от того, насколько профессионально вы умеете замораживать образцы. От опыта прежде всего. Поэтому выбирает каждый под себя, под свои предпочтения. И эти держатели, на которые мы помещаем кусочек, дальше мы можем замораживать либо на охлаждающем столике, который обычно, ну, у разных моделей криотомов по-разному, до там минус 35 до минус 50 градусов может охлаждаться. Либо использовать аккумулятор холода, который также обычно находится рядом с охлаждающим столиком. Это, еще раз повторюсь, такая шайбочка металлическая, которая у нас накапливает холод. И эту шайбочку мы можем положить как бы сверху на наш препарат, для того, чтобы равномерно его проморозить и снизу с охлаждающего столика, и сверху с аккумулятора холода. Плюс, помимо охлаждения, он еще немного придавливает ткань сверху для более такой правильной ориентации, чтобы у нас сразу блок шел с ровным срезом. Также, помимо традиционной техники монтирования, про которую я только что рассказала, когда мы помещаем просто материал на держатель, заливаем крио-средой и сверху, допустим, помещаем аккумулятор холода, существует альтернативная методика. Это монтирование вниз лицом по доктору Питерсу. У традиционной техники есть один недостаток. Из-за того, что мы сверху помещаем аккумулятор холода, материал может быть сдавлен, как показано как раз-таки на схеме, и его морфология из-за этого, естественно, может меняться. Плюс мы не можем ровно разместить несколько объектов на держателе, ну, точнее, это нужно с опытом, прийти к этому, уметь правильно делать. Поэтому по доктору Питерсу можно воспользоваться другой методикой. Взять аккумулятор с углублением вниз, ориентировать правильно образцы, которые, естественно, сразу начнут примерзать, затем залить сверху OCT и положить сверху теплый, ну, имеется в виду, там, комнатной температуры держатель, который, естественно, кости в замораживающей камере у нас примерзнет. И потом мы достаем, естественно, готовый блок, оттуда выбиваем его из этой формы. Плюс вот такой методики, естественно, нет сдавливания, то есть у нас кусочек ткани располагается в максимально нативном и удобном для него положении, и морфология ткани от этого не меняется. Плюс у нас, естественно, так же, как и, в принципе, в традиционной технике, выровнена плоскость среза, но при этом, поскольку мы располагаем кусочек, как бы вниз лицо, у нас, как правило, площадь нашего кусочка намного больше уже находится на срезе, нам не нужно много подрезать среды для того, чтобы сделать качественный срез. Плюс при такой методике мы можем сориентировать несколько образцов в правильной конфигурации. По сути, это аналог обычной заливки парафином, когда мы как раз таким же образом ориентируем и примораживаем в форме образцы и сверху накрываем кассетой. Так что тут нужно выбирать, кому как удобно. Если у вас в наличии аккумуляторы холода с углублением, или можно замораживать прямо на столике, если там есть подходящие формы, это кому как удобно. Следующие два пункта – это установка образца в правильной ориентации и установка ножа. Установка образца, про что мы уже с вами говорили, на срез должны попасть диагностически важные участки. Это относится в том числе и к тому, когда мы непосредственно помещаем блок с держателем в сам держатель микротома. Далее обращаем внимание на плотность ткани, про то, что я уже тоже сказала, что стоит располагать материал перпендикулярно ножу, для того, чтобы у нас разные типы материала, разные ткани не мешали друг другу при резке. Дальше – это плоскость резки. То есть мы должны выровнять с вами плоскость резки относительно лезвия, повернуть образец правильной стороной к лезвию и выровнять относительно всех трех измерений. И, конечно же, проверить все крепления. На это нужно обращать пристальное внимание. Иногда кажется, что я говорю какие-то элементарные вещи, но, как правило, в лабораторию приходим очень часто, и бывают проблемы именно из-за креплений. То есть вроде все проверили, но если где-то крепление болтается, у вас уже не получится качественный срез. И многие лаборанты не обращают на это внимания, думают, да я там все знаю, я там все закрепил. На самом деле нужно каждый раз себя проверять, чтобы потом лишний раз не тратить время на перерезку материала. Что касается ножа, то же самое. Подбираем тип лезвия, который подходит у нас для креатома, во-первых. Во-вторых, для данного типа материала. То есть если это какие-то более плотные ткани, мы должны брать соответствующие ножи. Также устанавливаем угол наклона, подбираем правильно. Про это мы уже сказали. И опять проверяем все крепления, чтобы у нас нож не болтался, чтобы все срезы получались качественные. Что касается тримминга. Тримминг лучше делать на толщину 30-50 микрометров. Обязательно нужно следить за скоростью резки. Не нужно мельтешить, потому что из-за такого агрессивного тримминга может быть очень много артефактов в дальнейшем на последующих срезах. Плюс нужно следить за тем, чтобы мы подводили нож к блоку, а не наоборот, блок к ножу. Сейчас объясню почему. Когда мы с вами подводим сам блок к лезвию, к ножу, то у нас очень сильно выдвигается вот эта часть, которая, собственно, и держит блок. И когда здесь очень большое расстояние, при резке это дает некоторые погрешности, то есть вот эта выдвинутая часть очень сильно становится подвержена вибрациям. И, соответственно, у нас за счет этих вибраций немножко ходит сам блок относительно ножа и могут возникать какие-то артефакты на срезе. Поэтому лучше при тримминге и при дальнейшей резке вот эту часть оставлять статичной, минимальной, чтобы не было ее вибраций, и двигать сам держатель лезвия, то есть нож, к блоку, чтобы избежать вот этих неприятных артефактов. Далее. Сама резка. Как я уже сказала, при резке нам не нужно торопиться и не нужно слишком медленно резать, нужно подобрать оптимальную скорость для того, чтобы у нас срезы не сминались, не крошились, не загибались, чтобы нам было комфортно и качественно мы делали срезы. Также, естественно, мы подбираем угол наклона и температуру резки. Про это в целом мы уже сказали. Также для резки у нас могут быть вспомогательные инструменты. самый часто используемый и знакомый вам – это кисточка. Принцип работы такой же, как и на обычном микротоме, когда мы кисточкой придерживаем край среза и как бы вытягиваем для того, чтобы срез расправить, чтобы он не загибался. Также мы можем использовать антироллерную лапку. Это такое приспособление, которое крепится на сам держатель блока и, по сути, имитирует действие кисточки, только здесь как бы мы не участвуем. Мы просто опускаем лапку на сам срез, и вот этот конец лапки при резке у нас, так же, как и кисточка, просто вытягивает этот срез, чтобы он не загибался. И так же можно использовать антироллерную пластинку. Это такое специальное стекло, пластинка, которая как бы зажимает, не дает срезу загибаться, зажимает его между собой и столиком. Сейчас давайте посмотрим видео. Я еще прокомментирую по ходу видео. Вот у нас антироллерная лапка, такое специальное приспособление. Им оснащены некоторые криотомы. И вот при резке эта лапка как бы вытягивает срез, не давая ему загибаться. Потом мы эту лапку поднимаем, и можем снимать готовый расправленный срез. То есть, по сути, это имитация кисточки, только без нашего участия. И вот здесь показано использование антироллерной пластинки. Вот она такая, ну, специальное стекло, под которое у нас заходит срез, и эта пластинка не дает ему загибаться. При использовании этой пластинки мы можем также делать единичные срезы, либо, как показано на видео, делать ленточку срезов и потом выбирать подходящие. Антироллерная пластинка, она также есть в некоторых моделях криотомов. Это нужно уже смотреть при выборе прибора, какое там есть оснащение. Итак, возвращаемся к нашей презентации. Что еще касается антироллерной пластинки, ее нужно правильно установить, потому что если она будет установлена неправильно, будут возникать различные артефакты на наших срезах. Если у нас пластинка стоит слишком близко к блоку, то она своим углом, сейчас возьму указку, будет зарываться в блок, тем самым царапать блок, и у нас также могут получаться либо частичные срезы, либо срез будет крошиться. В общем, это будет вредить и самой пластинке, и самому нашему блоку. Если же пластинка у нас стоит слишком далеко от блока, то, по сути, своей прямой функции она выполнять не будет, потому что у нас вот этот кончик загибающийся, он просто не будет успевать заходить под пластинку и все равно будет загибаться. Все равно у нас будет образовываться вот этот так называемый свиток. Поэтому тут важно соблюдать правильное расположение этой пластинки. Вообще, как узнать расстояние, необходимое от столика, от блока до пластинки, она обычно указывается на самой пластинке, либо на инструкции к микротому, если он эту пластинку в комплекте своем содержит. При этом нужно обращать внимание на то, чтобы пластинка была очень чистой, потому что если на вот эту пластинку налипнет какая-то грязь, естественно, у нас срез итоговый будет соприкасаться с этой пластинкой, и все эти артефакты останутся на нашем срезе, поэтому она обязательно должна быть чистой. Также край пластинки, вот этот, который соприкасается с самим срезом, должен быть ровный, без каких-либо зазубрин, потому что если тут будут какие-то повреждения, то срез будет просто зацепляться за этот край и сминаться. У нас не получится с вами ровный срез. Плюс нужно следить за тем, чтобы на пластинке не было статики, потому что если будет статика, то у нас также срез будет просто прилипать к этой пластинке. Но, как правило, на пластинках есть специальное покрытие, которое нам важно просто не повредить в процессе использования. И методы съемов среза, какие бывают после того, как мы с вами порезали наш блок, нам нужно снять срез на стекло для дальнейших манипуляций. Первый вариант – это на теплое стекло со столика. Второй вариант – это на теплое стекло прямо с блока. Если, допустим, вам сложно делать срезы на столик, то есть они загибаются или там сминаются, возникают какие-то артефакты, вы можете до конца, вот здесь, вот в этой части, до конца не дорезать блок, то есть срезали нужный кусочек материала, ставили тонкую пластинку, чтобы ваш срез держался на блоке, опустили лезвие, и прямо с блока на теплое стекло можно снять этот срез, если, допустим, возникают с классическим методом какие-то проблемы. Также можно снимать срез на холодное стекло, в том случае, если вам нужно провести, допустим, какой-то ферментный анализ или какие-то другие виды анализов, когда нам необходимо избежать лишнюю воду в срезе, чтобы вода эта не вымыла необходимые вещества, те же ферменты. Поэтому, чтобы у нас блок срез не подтаял, мы снимаем его на холодное стекло и оставляем прямо в камере немного подсушиться, для того, чтобы избежать вот этой лишней воды. Следующий пункт, следующий вид, как мы можем снять срез, это на воду, классический метод водяной бани, но он подходит только для фиксированного материала, потому что если мы с вами будем опускать нефиксированный срез в воду, он у нас просто расплывется. Поэтому, опять-таки, в рутинной лабораторной практике такой метод у нас не используется. И последний метод, он достаточно специфичный, и в России, насколько я знаю, он не то чтобы не особо популярный, он не используется. Это метод съема на пленку. Существуют специальные пленки, которые позволяют фиксировать срезы. Сейчас расскажу. Этот метод среза называется методом Кавамото. Это перенос среза на специализированную пленку. Те специальные пленки, которые на своей поверхности содержат специальный клей, который при криотомных условиях, при условиях низких температур не теряет свою клеющую способность. И мы эту пленочку наклеиваем на наш блок. Тут есть, соответственно, клеющая поверхность, есть две поверхности, которые свободные. И режем материал. И этот материал у нас остается на пленке. Этот метод как раз применяется в каких-то сложных случаях, когда, например, нам нужно либо сделать очень тонкий срез, там 2-3 микрометра, и, соответственно, классическим методом у нас не получится такой тонкий срез сделать при криотомии. Либо если мы хотим порезать какую-то сложную ткань, которая у нас сыпется, крошится, сминается, то есть это какая-то комплексная ткань с большим разнообразием различных типов ткани. И у нас, соответственно, эта пленка, она будет все эти виды тканей фиксировать на себе таким образом, чтобы у нас получился цельный срез. Сейчас давайте тоже посмотрим видеоиллюстрацию. Как у нас это происходит? Вот первое видео – это целиковая мышь. Конечно, в лабораторной практике мы такое не используем, но как пример такой комплексной ткани, которую реально сложно порезать обычными методами, это очень хороший пример. Естественно, что данная методика, здесь мы видим и большой блок, и специализированный криотом, используются у нас, как правило, в научных исследованиях, в лабораториях такого оборудования, таких блоков нет. Вот наклеиваем мы пленочку на наш блок, хорошо все проглаживаем, чтобы не было никаких пузырей, чтобы у нас все участки ткани были зафиксированы на этой пленке. Да, вот размер, чтобы вы понимали, блока, по-моему, 12 на 5 сантиметров, а толщина 5-6 микрометров. Здесь они режут. И вот мы подводим кусочек, свободный край этой пленки, к лезвию и начинаем резать, придерживая вот этот свободный край и проглаживая, ну, в случае вот большого блока, проглаживая пленку по ходу лезвия, чтобы у нас все равномерно прорезалось. Вот, достаточно интересный на самом деле процесс. Но, к сожалению, в России у нас сейчас, насколько я знаю, пленка такая не используется, хотя, наверное, многим бы хотелось, чтобы она была. У нас в конце будет форма, которую я попрошу вас запомнить. Если вдруг вы хотите в своей лаборатории использовать такой метод, вам нужна пленка, напишите об этом, чтобы компания Biovitrum тоже про это знала. может быть, когда-нибудь у нас получится реализовать этот метод в России. Так, ну, давайте я чуть-чуть перемотаю, потому что суть ясна. Вот, сделали срез, и сейчас он, соответственно, сюда выложит, и мы с вами посмотрим, что у нас прямо целиком. Естественно, мы понимаем, что там куча различных тканей, все осталось на среде. Следующий пример – это более реалистичный к нашей лабораторной практике – это целиковый зуб, достаточно сложная ткань в плане плотности, и, естественно, для таких тканей плотных мы используем специальные вольфрамовые лезвия. Поэтому, если вдруг вы хотите повторить данный эксперимент в своей лаборатории, учтите это, что обычные лезвия для таких плотных тканей, для креотомии не подойдут. Нужно использовать специализированные лезвия. Со спецпокрытием. Здесь также наклеиваем пленку. Можно, как в предыдущем видео, сначала наклеить, потом подвести нож, либо же, как в этом видео, сначала подвести нож и от него уже наклеивать пленку. Обязательно проглаживаем хорошо. Есть вот такие специальные лопатки, которые позволяют быстро это сделать. И придерживаем край пленочки и режем. И у нас целиковый зуб остается полностью на пленке. Толщина вот здесь реза 2 микрометра. Естественно, что порезать обычные креотомии такую толщину не получится. Возвращаемся к нашей презентации. Да, еще раз повторюсь, что метод очень классный, но в России, может быть, только где-то в научных лабораториях он используется. В лабораторной практике, к сожалению, пока что нет. Итак, переходим с вами к артефактам креотомии. Какие у нас могут быть проблемы при резке материала. Естественно, часть из них мы уже проговорили, но повторим. Значит, могут возникать перпендикулярные острию ножа царапины. Это происходит, когда у нас нож поврежден. Происходит это не так часто, но в этом случае нужно просто либо сменить лезвие, либо передвинуть нож на более чистый участок. Дальше. Грязь на обратной стороне ножа. Эта причина бывает чаще всего. Соответственно, нам нужно просто протереть нож от основания к кромке лезвия фильтровальной бумагой или кисточкой, или какой-то марлей, чтобы убрать эти загрязнения. Дальше. Повреждение или грязь на краю антироллерной пластинки. Если мы ее используем, соответственно, нужно либо перевернуть пластинку, либо протереть ее, очистить от загрязнения, либо сменить уже на новую. Также могут быть твердые включения в самом препарате, когда мы режем. Нужно просто удалить эти включения, либо же, если не получается, то переориентировать блок. Следующий артефакт. Когда у нас режется только часть препарата, ОСИТИ, например, в которую этот препарат заключен, режется хорошо. Первая причина – это ини на блоке. Если, допустим, это первый срез, который вы делаете, а блоку, как бы, после заморозки дали немножко полежать, постоять, то на его поверхности будет образовываться ини, который, естественно, плохо режется, и у нас создается впечатление, что мы режем частично наш препарат. Также могут быть какие-то инородные включения, которые также стоит удалить из нашего материала. Третья причина – блок не полностью проморозился. Нужно, естественно, следить за этим, потому что если ткань внутри блока, внутри материала не проморозилась, она, естественно, будет сминаться, она не будет никаким образом хорошо резаться у нас на криотоме. Поэтому обязательно нужно хорошо, качественно промораживать блок. Четвертое – это включение ткани с другими свойствами. Это про то, что мы с вами говорили, когда у нас материал содержит несколько типов ткани, например, кожа и жировая клетчатка, тогда либо нужно менять температуру резки, чтобы у нас блок плюс-минус выровнялся по плотности, опять-таки скажу, хорошо проморозился, либо менять ориентацию материала, чтобы хотя бы у нас эти ткани друг другу не мешали, чтобы мы смогли порезать материал. Далее – параллельные кромки ножа линии чаттер. Про это мы тоже сегодня уже говорили. Что здесь? Обращать внимание на закрепление ножа, блока, держателя ножа и так далее. Это на самом деле самая частая причина, почему возникают такие артефакты, почему чаттер возникает. Нужно обязательно проверять все крепления, чтобы у нас не было вот этих микровибраций. Далее. Может быть слишком холодно, соответственно, блок слишком твердый и у нас как бы лезвие такими скачками идет по поверхности блока, поэтому в этом случае можно исправить температуру. Выбран может быть слишком большой угол наклона ножа, про что мы с вами говорили, соответственно, нужно уменьшить немножко угол ножа. Это может быть слишком толстый срез, если вы вдруг делаете какой-то действительно толстый срез больше там 20-30 микрометров. Это к рутинной лабораторной практике не относится, но для каких-то научных исследований вполне может быть и такая причина. Далее. Слишком высокая скорость резки, про что мы с вами говорили. Вот это агрессивное мельтешение, оно ни к чему хорошему не приводит. То же самое касается слишком агрессивного тримминга. это либо слишком большая толщина среза, либо опять-таки высокая скорость. Очень редко это может быть тупой нож, соответственно нужно либо заменить лезвие, либо сдвинуть на более свежий участок. Или может быть много воды в препарате, это относится к таким водянистым тканям. Соответственно эта вся вода превратилась в лед, а лед как вы знаете у нас не очень хорошо режется, то тут конечно нужно заключать либо в специальные матричные растворы, либо если есть такая возможность, то предварительно фиксировать материал, чтобы вот эту лишнюю воду как бы убрать. и затем приступить к креотомии. Еще ряд артефактов. Срезы могут загибаться при резке, про это мы тоже уже сегодня говорили, либо слишком низкая температура резки, соответственно нужно ее увеличить, либо слишком толстый срез, но тут опять-таки нужно учитывать, что если вы режете более-менее стандартный срез 4-7 микрометров, то в принципе не должно быть таких проблем. Тупой нож и большой угол наклона ножа, соответственно это все нужно корректировать. Срезы могут приклеиваться на нож или на столик, который следует за ножом, соответственно нужно обратить внимание на угол наклона ножа, нужно обратить на какие-то загрязнения, которые могут быть на ноже или на передней границе блока, соответственно их нужно удалить, либо это может быть слишком высокая температура при резке, опять-таки нужно это скорректировать. И срезы у нас при креотемии могут сминаться, это может быть слишком высокая температура, то есть у нас материал не промерз хорошо, он прилипает к лезвию, прилипает к столику, соответственно нужно увеличить температуру, понизить точнее сказать. Это может быть слишком малая скорость резки, соответственно резать чуть побыстрее, слишком малая толщина срезов, опять-таки ориентируемся на толщину 4-7 микрометра. Наличие жировой ткани в начале блока, жировая ткань у нас плохо промораживается, соответственно она может портить нам весь срез. Нужно либо переориентировать блок, либо повысить, точнее сделать более холодную температуру, либо также тупой нож может стать причиной изминания срезов. Сейчас хочу провести небольшой интерактив для вас. У нас уже вебинар подходит к концу. Если есть тут активные участники, я вот вижу, что вы задаете вопросы. Такая вот небольшая викторина. Что за артефакт вы видите на данных картинках? Можно написать в комментариях, в наш чат жалюзи. Да, я чуть-чуть подожду, чтобы хотя бы три человека активных мне ответили, и потом разберем этот артефакт. Да, прекрасно. Люди, слушающие меня все-таки есть. Иногда, знаете, просто мы сидим по ту сторону экрана и вещаем, вещаем непонятно кому. Но вот все-таки на моем вебинаре сегодня есть люди, которые меня слушают. Да, большая часть ответов правильных это лед, это разрушение кристалла мельда. Я еще раз просто хотела вам напомнить, что это самый главный артефакт при креотомии, это именно температурные разрушения при переохлаждении блока, при переохлаждении ткани. И за этим нужно очень тщательно следить, потому что, ну, к сожалению, если касаться других артефактов, связанных с углом наклона ножа, с температурой резки и так далее, все эти артефакты мы можем исправить, то кристаллизация льда, она уже прошла, и мы, к сожалению, не вернем ткань в ее нынешнее положение, поэтому на это обращаем пристальное внимание. Вот здесь с... Сейчас возьму указатель. Справа находится иллюстрация, это опухоль почки. Ткань опухоли слева разрушена, естественно, под действием льда, а ткань здоровой почки справа находится плюс-минус в нормальном состоянии. Это происходит из-за того, что опухоль у нас имеет большее количество воды, и при той же температуре в ней образуется большее количество льда. Это то, что я говорила про комплексные ткани, которые могут различаться по плотности, по водянистости. И вот это основная проблема, с которой сталкиваются лаборанты, когда мы работаем с замороженными препаратами. Что в этом случае мы можем предпринять? Мы либо можем замораживать блок при температуре, которая будет у нас оптимальна для диагностически важного участка ткани, в данном случае, например, опухоль нам может быть больше важна, соответственно, подбираем оптимальную температуру именно для диагностически важного участка. либо второй момент, если это касается каких-то жировых, опять-таки повторюсь, тканей, то нужно сориентировать кусочек таким образом, чтобы ткани при резке не наслаивались друг на друга, не мешали друг другу. То есть, если мы уже заморозили эту ткань, и нам все равно нужно этот кусочек хоть как-то порезать, чтобы у нас совсем каши там не было, обращаем внимание на правильную ориентацию материала. И в заключении немножко обсудим окраску. Понимаем все, что обычный протокол окраски для замороженных срезов нам не подходит, потому что, во-первых, эта ткань нефиксированная, во-вторых, как правило, для интероперационных исследований, если мы их рассматриваем, у нас просто нет такого большого количества времени, чтобы проводить стандартные протоколы окраски. Соответственно, мы используем какой-то быстрый протокол окраски, который у нас будет подбираться индивидуально под вашу лабораторию. На данном слайде представлен пример ускоренного протокола. Скорее всего, если вы уже работаете с криотомами, у вас есть какой-то свой протокол окраски. Но вот как пример можно посмотреть, рассмотреть такой вариант. Это окраска стандартная гемитоксилина маязина. Что касается фиксации передокраски, кто-то ее делает, кто-то ее не делает. Это опять-таки на ваше усмотрение. Для фиксации мы можем использовать 95% этанол, формалин, ацетон и различные смеси из этанола с формалином, например, уксусной кислотой и так далее. Как правило, тоже в лабораториях уже есть своя отработанная методика. кто-то фиксирует просто формалин, кто-то не фиксирует вообще и сразу красит. Это нужно ориентироваться по вашим предпочтениям. Выдержка в красителе, само то количество времени, которое мы окрашиваем в срез, также должна быть подобрана индивидуально, потому что будет это прогрессивная краска или регрессивная краска. Нужно смотреть по потребностям вашей лаборатории, по потребностям врачей, которые в дальнейшем смотрят эти препараты, потому что кому-то нравятся более бледные краски, кому-то более яркие, в зависимости от этого мы будем корректировать и вид окраски, регрессивная или прогрессивная, и время выдержки в растворах, и это нужно все индивидуально подбирать. Самым важным пунктом, о котором я хотела поговорить в этом разделе и вообще в самом начале еще про это мы тоже говорили, что креотомия у нас является в большинстве случаев способом для дальнейшей окраски на липиды. Когда нам необходимо в ткани обнаружить, выявить липиды, обычно используется как раз таки креотомия, потому что в случае креотомия мы избегаем различных растворителей, которые у нас могут эти липиды из ткани удалить. Поэтому в случае если вы используете в дальнейшем окраску на липиды, обязательно обращайте внимание на выдержку в спиртах, ксилоле и других жирорастворениях, обращающих веществах, следуйте инструкциям, которые приложены к красителям. И естественно не нужно там болтать и держать в спиртах по несколько минут, если вы еще раз повторюсь хотите идентифицировать липиды. Это очень важно и некоторые про это почему-то забывают и считают, что можно там подержать лишнюю минутку в спирте, а потом окраска не получается. Поэтому на это нужно обращать пристальное внимание. И тоже с другой стороны, если вам липиды наоборот будут мешать каким-то образом для дальнейшей диагностики микропрепарата, то их нужно удалить и в этом случае подольше подержать наоборот в спирте, ксилоле или какие другие растворители вы используете. Также сегодня хотела вам порекомендовать некоторые источники по креотомии, в том числе по ним я делала сегодняшний свой доклад, но информации достаточно много. Мы вот сегодня даже два часа на вебинар заложили, потому что сегодня конечно я рассказала основы креотомии, но есть куча разных методик, в том числе и допустим при вырезке материала, которые вы можете заимствовать из источников дополнительных. Значит основной источник это доктор Стефан Питерс, у него есть практический гайд по технике замороженных срезов, естественно это англоязычная литература, но я думаю, что в эру интернета гугл-переводчика и знание английского это будет очень полезный источник. также есть сайт он тоже как бы от доктора Питерса, там очень много полезной информации именно с примерами и по разделам, вы можете найти то, что конкретно вас интересует, если допустим не хотите в толстенной книжке разбираться. и метод Кавамото с пленкой очень интересный метод, если хотите тоже про него побольше узнать, то вот у них есть специализированный сайт, на котором там представлена информация. Единственный минус этого сайта он на японском, но там есть переводная английская версия, надо просто полазить по нему посмотреть, что там есть, если вам интересно. и также хотела напомнить, что у нас есть сообщество лаборантов-гистологов Гистоклаб ВКонтакте, там общаемся активно с лаборантами, отвечаем на вопросы, выкладываем какие-то интересные посты, вебинары, так что обязательно присоединяйтесь, если еще этого не сделали. Также наши две почты для вопросов по продукции и для вопросов по качеству. На этом сегодня все. Сейчас я посмотрю вопросы, которые у нас есть. аорту при какой температуре рекомендуете резать? Аорту крысы. На самом деле стандартная температура для нее подходит. выбирайте диапазон от минус 15 до минус 25 градусов. На самом деле все эти температуры это тоже такие условные диапазоны, потому что зависит очень много от обстоятельств других, от температуры в лаборатории в том числе, от влажности воздуха, от самой ткани. Поэтому нужно все равно в любом случае подбирать индивидуально температуру резки, но можно ориентироваться на те данные, которые я привела в презентации. Единственное, что не помню, сказала я или нет, слишком теплую температуру делать не стоит, то есть от минус 7-5 градусов у нас уже начинает таять ОСИТИ, например, если вы режете в среде, соответственно, вы порезать не сможете. То есть такая вот ориентировочная температура где-то минус 15-20 градусов. В целом, я думаю, что для орты крысы вполне подойдет. Как избежать образования пузырьков воздуха в ОСИТИ? Слушайте, но тут каких-то специализированных методик нет, то есть нужно просто аккуратно обращаться со средой и не взбалтывать флакон, не переворачивать его, аккуратно заливать. То есть в принципе среда достаточно пластичная, поэтому таких явных проблем с тем, чтобы в среде образовалось много пузырей, я не видела. естественно, нужно выбирать качественную среду, не готовить самостоятельно в лаборатории, а выбирать каких-то хороших производителей, чтобы действительно вам, во-первых, было комфортно работать с этой средой, во-вторых, ну, как правило, качественные срезы, они пузырьков воздуха не дают, если там вы специально не болтаете среду, аккуратно заливаете и так далее. Плюс, естественно, это же все делается вручную, да, то есть вы можете там, допустим, пока не застыла еще среда, поправить там иголочкой чуть-чуть, убрать воздух, подвигать, если есть возможность, да, саму ткань, чтобы эти пузырьки удалить. Для чего раствор аммиака в протоколе о краске? Тот протокол, который был приведен, это, еще раз повторюсь, пример протокола, не стоит его за истинную правду брать, это, сейчас, извините, это регрессивный вид окраски и аммиак служит для отмывки от излишнего гемотоксилина. Ну, то есть, если мы используем другой протокол, то мы аммиак, естественно, не используем. То есть, еще раз, регрессивные и прогрессивные методы окраски в одном случае мы как бы перекрашиваем срезы, затем отмываем лишнюю краску и вот как раз для отмывки используется раствор аммиака. В другом случае мы красим достаточное количество времени и просто смываем краску. Для этого нам не нужно излишний краситель отмывать, поэтому раствор аммиака не будем использовать. после судана в какую среду рекомендуете заключать? Ну, нужно смотреть по производителю окраски, естественно, там, как правило, даны рекомендации. используете, допустим, наш краситель, то там стандартная среда для заключения монтирующая подойдет, в том числе, допустим, нашего производства. Насколько я помню, там нет каких-то строгих ограничений по монтирующим средам. Естественно, нужно обращать внимание на то, чтобы в составе среды у нас не было каких-то веществ, которые у нас будут еще дополнительно растворять жир, потому что окрашиваем на жиры. как окрашивать срезы на пленке, ее надо наносить на стекло или прямо так. Да, эта пленка, она наносится на стекло, при этом ее можно использовать одновременно как и покрывающий материал и прямо с ней красить на стекле. Но тут опять-таки как удобно. Насколько вот я знаю, поскольку это зарубежная методика и в России у нас не распространена, честно сказать, вживую я никогда не видела, как это делают, но по тем как бы рекомендациям, что я нашла, прямо на стекло наносят и затем окрашивают. Фиксированные образцы необходимо промывать перед заморозкой. Вообще нет, потому что суть фиксации, ну, одна из, в том, чтобы нам как раз-таки избежать каких-то лишних жидкостей, в том числе лишней воды. Поэтому зафиксировали формолиния, дальше сразу заморозили, промывать ничего не нужно. Промываем мы образцы, допустим, если рассматривать классический парафиновый метод, обычно перед проводкой мы промываем образцы, это нужно для того, чтобы у нас соли формалина, формальдегида не осели в первых там спиртах, потому что у нас идет химическая реакция. И вот эти соли, они могут, во-первых, загрязнять наши растворы, снижая концентрацию в том числе, и загрязнять наше оборудование, если мы используем какой-то вакуумный, например, процессор, неважно, какой, карусельный, ручная эта методика. Промывают обычно, чтобы избавиться от нежелательного этого осадка, лишний формалин удалить. А здесь такой необходимости нет, поэтому можно не промывать. В чем принципиальная разница криотома и замораживающего микротома? В наличии камеры у нас на замораживающем микротоме диапазон температур примерно похож, скорость заморозки другая получается. Ну да, замораживающие микротомы это достаточно такое уже, как сказать, неустаревшее оборудование, сейчас его современные производители, насколько я знаю, они производят. Я лично видела достаточно много, сейчас в лабораториях у нас замораживающие микротомы еще остаются. Суть в том, что да, здесь на самом деле все более удобно расположено, есть камера, которая может поддерживать температуру, естественно, здесь меньше влияние окружающей среды, то есть температура лаборатории, она в меньшей степени не влияет, потому что камера закрыта. Вот, скорость заморозки, но тоже тут не столько зависит от температуры, сколько от, допустим, объема того, который вы замораживаете, да, то есть если в криостате в закрытой камере вы туда положили, там этот кусочек равномерно охлаждается и на него опять-таки повторюсь, не влияют какие-то внешние факторы температуры, да, окружающей среды, то он, естественно, быстрее будет замораживаться и более качественно, чем если это как-то на открытом поле происходит, поэтому да, вы все верно сказали. У нас не получаются срезы с лапкой. заворачиваются срезы. Ну, тут нужно еще регулировать не только там, как бы, не смотреть не только на то, на движение, да, лапки, заворачиваться срезы могут в том числе там от температуры неправильно установленной, от угла наклона, то есть это все нужно подбирать. если у вас с лапкой получаются все-таки завернутые срезы, то нужно просто регулировать другие параметры тоже. Посмотреть на температуру, посмотреть на угол наклона ножа, поменять и посмотреть, как режется там уже с, допустим, более адаптированным углом, с более подходящей температурой. Да, да, про Судан, все, так, я вот, если честно, не знаю, может быть, я пропустила какие-то вопросы, потому что тут у меня бегунок не очень равномерно. так, в разделе вопросы у нас сегодня отключены. Так, но, если честно, я вопросов пока что больше не вижу. Если вдруг я ваш вопрос пропустила или вам не понравился мой ответ, хотите что-то более полноценное, то сейчас будет в завершении вебинара вам предложена да, вот форма опрос для участников вебинара. Пожалуйста, заполните по возможности, напишите, что вам понравилось, что не понравилось, и вопросы свои оставляйте, если вдруг вы не успели задать или я не ответила, пропустила ваш вопрос. Мы обязательно все вопросы соберем и всем ответим. Так что, да, голосуйте. Большое спасибо, что все к нам сегодня присоединились. Желаю всем хорошего вечера. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok